В связи с произошедшим инцидентом председатель Следственного комитета России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Также назначены служебные проверки в отношении должностных лиц Следственного управления по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу. Указанное уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета передано в центральный аппарат. Помимо этого, в Главном следственном управлении возбуждено еще одно уголовное дело о применении насилия и оскорблении представителей власти. 28 мая на автодороге Сибирь двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль Тойота с тонированными стеклами после того, как его водитель не выполнил требования об остановке. Машина была задержана в районе поселка Машково. Сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из мужчин, находившихся в салоне, для установления личности. После отказа они начали сопровождать его под руки к полицейской машине. Препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, мужчина вырывался, а также наносил им удары. После этого другой пассажир Тойоты тоже нанес удары полицейским. Оба высказывали оскорбление в адрес правоохранителей. В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Проводятся следственные действия.